Добрый день, дорогие друзья! Наступают новогодние праздники, которых мы ждем целый год. Это праздники, которым сопутствуют веселье, емки и очень-очень много интересных сюрпризов. После Нового года мы будем праздновать Рождество. Рождество, которое проникнуто атмосферой волшебства, чуда. И, конечно же, на Рождество мы дарим подарки. Мы их любим и получать, но приятнее их дарить. А еще приятнее дарить подарки, которые мы сделали своими руками. В семье Томстых в Ясной Поляне Рождество отмечали с большим размахом. Собиралась вся семья, приезжали многочисленные гости, наряжали большую яркую елку, делали подарки. И во всех этих мероприятиях, конечно же, участвовали дети. Особенно они любили делать подарки. Один из таких подарков – это куколка-скелетка. Покупали в Туле на ярмарке маленьких голеньких куколок-скелеток и обрежали их ангелами и в другие сказочные маскарадные костюмы. После чего елку украшали этими куколками и дарили их гостям. Таких куколок делают сотрудники нашего музея сейчас. Их можно купить в наших сувенирных лавках и магазинах. Но мы сделаем немножко другого ангелочка. Лев Николаевич Томстой с большой любовью относился к народным традициям. И поэтому в усадьбе делали куколки на основе так называемых кукол-закруток традиционных. Вот такого вида. Вот такого вот ангелочка, милого, душевного и мягкого мы с вами и сделаем. С изготовлением этой куколки справится даже ребенок. Что нужно для того, чтобы сделать такого ангелочка? Нужен кусочек ткани 25 на 35 сантиметров. Желательно мягкой, желательно не очень сыпучей. И, конечно же, красивых пастельных расцветок. Вот у меня тут, видите, розовенькая ткань. Надо вырезать круг диаметром 20-25 сантиметров. Как река, я обычно использую просто тарелку. Нужного размера. Тарелка обводится и вырезается круг. Из оставшейся части ткани мы делаем вот такие крынышки. То есть откладываем по 15 сантиметров со всех сторон. Складываем и аккуратненько вырезаем такие вот овальные крынышки. Крынышка готова. Теперь мы его заготовим. Мы берем крынышку посередине и аккуратно складываем его гармошечкой. После чего перевязываем ниткой или вот таким вот шпагатиком. Обязательно завязываем два узелка, чтобы крынышка наша держалась хорошо и не взвязалась. Обрезаем ниточку. Вот крынышки наши готовы. Еще для изготовления ангелочка нам понадобится кусочек ваты для набивки головки. И маленький кусочек вот такой вот золотистой или серебристой ленточки, из которой мы сделаем имитацию нимба. Ну и, конечно же, крепкие нитки или какое-нибудь тесьмо. Крынышки мы сделали. Теперь мы приступаем к изготовлению самого тела ангела. Отрываем маленький кусочек ваты или же другого такого материала, который у вас есть под рукой. И формируем из нее вот такой вот крепкий комочек небольшой. Комочек накрываем сверху нашей круглой деталью. И аккуратненько формируем голову ангела. Может быть, у вас это не сразу получится, не с первого раза, но ничего страшного. Можно аккуратненько-аккуратненько уминать комочек ваты, чтобы он принял вот такую форму шарика. Когда шарик готов, мы его также перевязываем и укрепляем ниточкой. Туго. И завязываем два узелка, чтобы наш ангелок имел крепкую вонгу. Обрезаем ниточку. Вот. Наш ангелочек готов. Теперь мы расправляем складочки и осматриваем нашу голову. Где она будет более гладкой и ровной, там мы сделаем лицо. Вот здесь я сделаю лицо. Если у меня здесь лицо, значит, с изнаночной стороны мы прикладываем крышки. Вот так. И все это крепим ниточкой или тесьмой крест-нагрест. Крест, вы знаете, это такой обережный символ и в нашей христианской традиции, и в народной традиции был. Вот мы сделаем такую вот закрепку в виде креста. Раз, два. Раз, два. И аккуратненько обернем ангелочка по талии. После чего завяжем сзади два крепких узелка. Расправим нашего ангелочка. Поправим ему крылышки. Поправим платьице. Уберем лишние нитки. Ну вот, нам осталось сделать нимб и веревочку, на которой он будет держаться, допустим, на емке. Отрезаем сантиметром 10-15 вот этой вот красивой тесемочки. Делаем ангелу нимб. Завязываем его сзади. Можно обрезать оставшиеся краешки. Можно их оставить для красоты. Я оставлю. Только обрежу, чтобы они были одинаковые. Вот так. А теперь мы делаем крепеж, на котором наш ангелочек будет держаться, допустим, на емке. Отрезаем вот такой вот кусочек ниточки. И обвязываем от емочка по талии. И еще один, чтобы не развязался. И теперь ниточку просто завяжем вот тут наверху узелком. Поправляем ангелочком. Делаем так, чтобы он у нас красиво висел. Ну вот, наш подарок, рождественский ангел, готов. Можно его подарить. Можно повесить на емку. Можно использовать в какой-нибудь рождественской композиции. Я буду очень рада, если мой мастер-класс поможет вам сделать такой красивый душевный подарок. До свидания, дорогие друзья. Продолжение следует...